Вод ГСН 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 Пробитие выше, то есть плюс 20 мм к пробитию брони получается целых 251. Стоит отметить, что у всех легких танков, которые есть в этой игре, допустим на 10 левеле, уровень пробития брони составляет от 230 до максималки в 237. А тут изначально базовый показатель, с учетом того, что в оборудовании у меня стоит досылатель, уже составляет 232. То есть в принципе против десяток точно так же играбельно, как и играя просто на легких танках 10 уровня. Также стоит отметить, что здесь кумулятивные снаряды есть в виде голдовых, 282 пробития, но правда урон 290, что на целых 50 единиц меньше и поверьте мне, в боях это просто безумно ощутимо. Но если у вас других вариантов нет, то лучше кинуть на средних 290, нежели не пробить на 340. В отношении того, о чем я говорил, угла склонения орудия вниз минус 7, в это вроде бы мало. И оно не то, чтобы вроде бы, а действительно мало, когда играешь на неровностях, но в первую очередь это абсолютно обезбашенный танк. Ну я говорю сейчас это не в виде шутки, а это действительно так и есть, потому что башни в этом танке можно сказать нет. Понятное дело, что с борта пробивается абсолютно спокойно, но спереди здесь выцеливать вообще нечего. Если вы спрячете свой вот этот картонный бронелист, хоть за каким-нибудь небольшим холмиком, при котором вы сможете при минус 7 нормально отыгрывать, то есть выцеливать своих соперников, то пробить вас просто нереально. Здесь сумасшедшая приведенная броня по верхнему бронелисту, хотя сам бронелист не является сильно толстым. Если вы даже ромбуете и вот так вот поворачиваете орудие ромбом к своему сопернику, опять-таки в башню пробить не смогут, а здесь тоже по бортам хорошая приведенка. Поэтому в целом сказать, что это прям совсем картонный легкий танк нет, но все же требует прям бешеной сноровки для того, чтобы правильно выбирать себе позиции для настрела. Плюс к тому стоит отметить, что машина ну прям совсем маленькая по размерам в отношении того, насколько она высока. Если мы возьмем, допустим, того же Бачата 25-го, то, как видите, он выше, у него есть комбашня, ну и, соответственно, есть куда пробивать. А этот малыш занимает, ну, позиции за какими-нибудь холмиками абсолютно спокойно и практически не виден для прицела ваших соперников. Так что же, в принципе, с тобой представляет данная машина? Для этого заедем сейчас в первую попавшуюся катку, но скажу заблаговременно. Я не сильно люблю играть на легких танках по одной простой причине, потому что, откровенно говоря, не являюсь суперхорошим танкистом для того, чтобы давать, ну, прям полностью объективную оценку легким танкам, ибо не являюсь ни киберспортсменом, ни суперстатистом. Обычный игрок, такой же, как преобладающее большинство. И вот здесь, мне кажется, мои видео как раз и будут полезны и интересны обычным игрокам, которые просто хотят с комфортом играть и получать удовольствие от игрового процесса. Ну что, ребят, берем машину и поехали посмотрим, что разработчики для нас придумали. Ну что ж, друзья, погнали и давайте начинать тестировать. Как обычно, начинаем тестировать с подвижности машины, скорость набирает вяленько. Скажу откровенно, я ожидал гораздо большего, когда получил данную машину на тест. Да, я заранее получаю танки на тестирование, сначала их тестирую, потом у меня их списывают без компенсации, и уже тогда, когда разработчики готовы машину вводить в игру, мне, соответственно, начисляют данную машину обратно, но уже на мой пресс-аккаунт. То есть мне никто ничего не дарит, к сожалению, хотя я бы не отказался. В отношении игры на данной карте. В целом, все вроде бы неплохо, есть холмики, есть от чего поиграть, есть возможность повыцеливать соперников где-нибудь вот в таких вот позициях, но при этом всем таких позиций не так уж и много, и есть такие холмы, выезжая на которые, я просто физически не смогу склонить свое орудие вниз. По времени сведения, по скорострельности и по точности вопросов машина у меня не вызвала абсолютно никаких. И несмотря на то, что на легких танках я не сильно умею хорошо играть, делать неплохие результаты по боям у меня, в принципе, получалось. Что могу сказать от себя? Это великолепная машина в виде танка поддержки, здесь я спорить абсолютно не буду. Вот как видите, сейчас мне не хватает угла склонения орудия, и мне пришлось выехать полностью наверх для того, чтобы увидеть своего соперника. Что в итоге? В итоге я получаю свой огромный передний бронелист, потому что он находится под таким углом, что назвать его нижним бронелистом язык не поворачивается. И я для себя понимаю, что мне пора отсюда куда-то отваливать. Отваливать, потому что кроме как выезжать наверх и постоянно получать тычки, мне здесь ничего другого не остается. По скорострельности, все классно, все супер. Я действительно успеваю перезаряжаться, но при этом всем, как я говорил, я являюсь абсолютно картонным, ну и соответственно получаю в дыню практически каждый раз, как куда-то выезжаю. Все, ребят, поиграли! На этом бой заканчивается. Но заканчивается он почему? Заканчивается потому, что машина полностью картонная, и, к сожалению, не обладает настолько бешеной подвижностью, чтобы успевать куда-то свилять. Да и плюс к тому, я приехал сейчас на направление, на котором собралась вся команда соперников, ну а наша команда союзников, к сожалению, посла задних, где-то там объезжала через всю карту в надежде встретить там тяжелых танков и сдерживать их на одном направлении. В общем, бой просто не сложился. Понятное дело, что данную катку вырезать я не собираюсь, это противоречит принципам моего канала. Я никогда ничего не выбрасываю из своих обзоров и показываю все таким, какое оно есть на самом деле. По одной простой причине, потому что я хочу, чтобы вы видели, как вы будете играть на той или иной машине в каждом бою, а не только в тех боях, в которых вы будете постоянно брать знаки классности. Мастер, накидывать по 4 тысячи урона, валить по 4-5 соперников за бой, ну и, короче говоря, быть модным перцем. Порой бывают и такие бои, в которых вы будете сливаться. И к этому тоже необходимо быть готовым, особенно с машиной, которую хотят продать вам за целых 9 тысяч кубков вот этих вот, ну а точнее 9 тысяч, сам себе лайк чуть не поставил, за 9 тысяч вот этих вот кружек, которые в реальных деньгах стоят, прям скажем, не очень-то и дешево. Ну что, берем машину и давайте попробуем заехать еще в один бой. Ну что ж, друзья, давайте начинать вторую каточку. Чему меня научила предыдущая катка? Тому, что ехать сразу на передовую самостоятельно толку нет вообще никакого. Поэтому сначала пущу вперед своих союзников, пусть они всех подсветят, отвлекут на себя хорошенько соперников, ну а тут уже и приеду я в белом фраке, ну и попытаюсь понакидывать со своего орудия, которое действительно дает неплохой урон. Если говорить откровенно, то я не считаю данную машину имбой однозначно. И почему на нее был установлен такой ценник, я лично не понимаю. Нет, ну если бы это был какой-нибудь там, не знаю, танк с бешеным уроном разовым, или допустим машина, которая в отличие от всех остальных легких танков действительно является живучей, или он был бы самым быстрым танком среди легких танков в этой игре, тогда вопросов нет. Тогда я бы в принципе понял, почему его вас только оценили. Но в данном случае я бы сказал, что это просто неплохо сбалансированный легкий танк, на котором действительно умельцы играть на легких танках могут давать неплохие результаты. Это факт. Отношусь ли я к ним? Как я уже сказал, нет, не отношусь. Хочу ли я себе данную машину? Ну если выпадет где-нибудь из контейнера, то почему бы и нет? А если гоняться за ним и крутить какую-нибудь рулетку до конца, рано или поздно она все равно появится, или допустим покупать его в магазине за голду, то могу сказать откровенно. Максимальная цена для данной машины, даже с учетом того, что она новая, для меня лично, несмотря на то, что это девятка, ну максимум 15 тысяч в составе какого-нибудь приятного набора. И то чисто для того, чтобы поставить в коллекцию, и то только для того, чтобы вот так вот, играя больше в ПТшку, нежели в легкий танк, можно было периодически заехать и пофаниться в боях. В целом, это моя реакция на данную машину. И понятное дело, я не претендую на звание человека, который может давать 100% объективную оценку легким танкам в этой игре. Я любитель тяжелых танков, я любитель ППТшить, я любитель спокойного геймплея, хотя при этом все меня постоянно рвет на передовую поехать, где-то махач какой-то устроит, но уж точно не на легких танках, потому что на легких танках, когда я туда зарываюсь, мне хорошенько набивают морду, и на этом для меня моя игра заканчивается. Перехожу на голду, чисто для того, чтобы можно было гарантом добрать данного соперника, но и ухожу на перезарядку. Интересно, хватит мне сил сейчас? Давайте хотя бы фугасом, что ли. Нормально, нормально добиваем, ну и соответственно остается двое соперников. Не поеду самостоятельно искать тяжелый танк, а хотя вот он и засветился. Поехал изначально вместе со своими союзниками, для того, чтобы можно было вместе с ними понакидывать по соперникам, пока, как я уже говорил, соперники будут отвлечены именно моими союзниками, а не сводить все свои орудия в меня. У меня всего лишь 1100 по ХП, и в целом буквально два каких-то попадания по мне однозначно отправят меня в ангар. А я бы этого очень сильно не хотел, и хотелось бы все-таки пожить немножко дольше. Идет на прорыв, и... Нет, не успеваю, проскочил все-таки. Ладно, поехали ближе. В поддержку все-таки есть у меня Т-30, который обладает довольно неплохой альфой. Ну и здесь у нас крутится товарищ Свиндлер, которого благополучно подбиваем на 313, уходим на КД, плюс подключаю адреналин, и очень сильно хочется все-таки этого товарища добрать, чисто принципиально. Может хотя бы тараном, я не знаю. Нет, на таран не хватает, а времени по КД все-таки немножко недостаточно. И вот она, ребят, победа, в отличие от предыдущей катки. Почему эта победа получилась? В первую очередь, потому что я не полез на передовую и пустил вперед своих союзников. Хотя для ЛТ это абсолютно не свойственно, и ЛТшка, она в принципе, должна быть светляком в первую очередь. Во-вторых, я играл максимально осторожно, пытался играть от холмиков, пытался не получать по нижнему бронелисту, но и, соответственно, пытался отстреливать по своим соперникам, как только они появлялись в моих прицелах. При этом всем я все равно занимаю четвертое место в своей команде по количеству нанесенного урона. Причем ребята сделали существенный отрыв. Но, хотелось бы отметить, что я при этом сделал три фрага, и сделал я их абсолютно честно. Да, пускай я где-то добирал недобитков, но в то же время, можно сказать, что в этом тоже есть определенный позитив. Значит, машина в целом на это способна. Она способна приехать в нужное место в нужное время, пускай и с не такой большой скоростью, как хотелось бы. Ну и в целом, как я уже сказал, если позитивы по машине мы уже обсудили, то все-таки давайте обсудим негативы. Негативом машины я считаю, несмотря на то, что 60 километров максималки вперед, негативом машины считаю очень вялый показатель по набору максимальной скорости. То есть машина с места не срывается, и если вдруг вам необходимо куда-то спетлять, то, соответственно, у вас это, скорее всего, не получится без получения урона от ваших соперников, которые в это время пытаются вас выселить. При этом всем вам тогда стоит подумать над тем, а не заменить ли, в отличие от меня, один из слотов в вашем снаряжении на форсажек, потому что форсаж вам добавляет плюс 20 к мощности двигателя, ну и, соответственно, это даст вам дополнительные возможности к тому, чтобы ударить на пятки, ну и хорошенько дать джазу с того места, где вы можете неплохо отхватывать. Хороша ли эта машина? Да, в целом хороша, и несмотря на то, что легкие танки я не сильно полюбляю в нашей игре, хотя есть исключения, данная машина, нельзя сказать, что не производит позитивного впечатления. Плюсы, как я уже сказал, у машины действительно есть, но и минусов в ней тоже хватает. Хорошенько подумайте над тем, готовы ли вы к такому геймплею, и нужен ли вам этот танк по тому ценнику, за который его выставляют. Если вы получите его из контейнера, сливая ресурсы, а точнее из бочки, то в целом я думаю, что вы будете рады, потому что вы получите новую машину с каким-то новым интересным геймплеем. Но, как я уже сказал, по моему скромному мнению, лучше бы данную машину поставили не на девятом уровне, а поставили ее как раз на восьмой. Вот на восьмом уровне она бы игралась просто божественно. Но это мое скромное мнение. А вы свое мнение обязательно напишите в комментариях, которые я с удовольствием прочитаю, и на некоторые из них отвечу, если эти комментарии будут требовать ответа. Спасибо вам большое за просмотр данного видео, и как я уже сказал, если вы хотите ничего не пропускать и вовремя смотреть обзоры на все, что в игре происходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Помогите добраться до 60 тысяч подписчиков. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова